Здравствуйте, мои дорогие! Если вы мои постоянные зрители, то вы знаете, с чем я борюсь на своем канале. С лишним весом, с неправильным питанием, с нездоровым образом жизни. И каждый раз, когда ко мне на консультации по питанию приходит человек, я прошу его заполнить анкету. В этой анкете есть вопрос. Вы завтракаете утром, потому что вы голодны, или потому что так надо? Ну и, конечно, вы догадались, что отвечает большинство людей. Я ем, потому что надо. А почему надо? И надо ли вообще? Я хочу высказать свое мнение, свое мнение как консультанта по питанию и просто как человека, который перешел на здоровый образ питания. Человек, который занимается натуропатией, то есть принимаем при помощи природных, естественных методов. И, соответственно, человек рассматривается в этом свете как существо природное, то есть часть природы. Животные, как вы знаете, они тоже являются частью природы. Наши меньшие братья. Задумайтесь, будет ли животное есть, потому что надо? Скорее всего, животное будет есть, потому что ему хочется есть, потому что он испытывает голод. И я сильно сомневаюсь, что животное, которое сыто, оно будет тратить свою энергию и свои силы для того, чтобы бежать и добывать новую порцию пищи. Вместо этого животное будет лежать на солнышке и спать. Что делает человек? Как правило, большая часть из нас работает, то есть ходит куда-то на работу, поэтому встает рано утром, и у нас принято завтракать. Если нам приходится вставать очень рано и выходить на работу очень рано, то и завтрак у нас происходит очень рано. А мы, как правило, не высыпаемся, встаем утром разбитыми, никакого чувства голода не испытываем. Но что мы делаем? Мы все равно садимся за стол и завтракаем. Кто яичницу, кто кашу, кто традиционные бутерброды с чаем или кофе. Но мы впихиваем в себя эту еду, потому что знаем о том, позже, нам будет некогда. У нас будет работа, мы будем в транспорте, мы будем загружены, и мы не успеем поесть, и тогда мы проголодаемся, и нам будет очень плохо. Поэтому мы заранее впихиваем в себя вот эти привычные порции еды, стремясь обезопасить себя от грозящего нам голода. Мы сейчас рассмотрели эту ситуацию с точки зрения социальной, то есть человека как существа социального, то есть члена общества, который выполняет какую-то работу, и он вынужден считаться с теми условиями, которые предоставляет ему социум, общество. А теперь давайте рассмотрим человека с точки зрения существа природного. Тело или же организм, который утром только что проснулся и еще не готов к принятию пищи. А если тело не готово к принятию пищи, оно не посылает сигналы голода. Что мы делаем, впихивая в себя утром еду насильно? Мы совершаем преступление по отношению к своему телу, по отношению к своему организму, который не хочет есть. Но мы заставляем его переваривать эту пищу. Это значит, что мы идем против своего природного естества. Мы заставляем выполнять организм ту работу, которую он выполнять в данный момент не готов. И вот отсюда вытекают все дальнейшие проблемы. Если организм принуждать делать то, что он не готов делать, значит организм будет тратить на эту работу намного больше сил, энергии и времени, чем это предусмотрено природой. То есть вместо того, чтобы переварить и усвоить эту пищу очень быстро, качественно и эффективно, то есть без большого количества непереваренных отходов, организм будет затрачивать колоссальные усилия. И соответственно эта энергия будет отнята у вас. Не получите должного количества энергии, здоровья, хорошего самочувствия для своего существования, для своей жизни. Потому что эта энергия будет отнята на переваривание пищи. И еще не факт, что эту пищу у организма получится переварить качественно. Потому что если нет голода, соответственно нет выделения необходимых ферментов, сока, желчи. И пищеварительные процессы идут не в полную силу. Таким образом, заставляя себя есть по утрам, когда чувства голода нет, мы совершаем преступление официально узаконенное. Преступление против своего тела, против самого себя, официально узаконенное. Да, у нас нет законов, прописывающих обязательный завтрак. Но эти законы традиционно сложились в наших умах. Мы боимся нарушить эти традиционные законы, эти принятые правила многовековые, потому что боимся нанести себе вред. Хотя получается, картина как раз наоборот. Мы наносим себе больше вреда, если заставляем себя есть против своего природного желания. Организм человека очень слаженная система, гармоничная, отточенная до мелочей. Я просто поражаюсь великому разуму Создателя, потому что когда начинаешь изучать, как функционируют органы и системы человека, понимаешь, что здесь поработал очень великий ум. Настолько здесь всё настроено на долгую, идеальную работу. Только вот, к сожалению, мы делаем всё для того, чтобы эта долгая и идеальная работа наших организмов была прервана всевозможными заболеваниями. И получается, что мы сами становимся виновниками своих недомоганий, заболеваний, плохого самочувствия, плохого внешнего вида. И отвратительного качества жизни. Напрашивается вопрос, что делать в этой ситуации. У меня есть для вас три ответа. Первый. Нужно постараться постепенно сдвигать ужин на более раннее время, чтобы у вашего тела был запас времени для того, чтобы проголодаться к утреннему завтраку. Второй ответ. Если есть всё-таки категорически не хочется, замените еду каким-нибудь горячим напитком. А еду возьмите с собой на работу и съешьте её тогда, когда реально у вас настигнет чувство голода. И третий ответ. Замените тяжёлую утреннюю еду, такую как кашу, бутерброды, яичницы, на более лёгкую, на фрукты. Потому что фрукты – это как раз та еда на переваривании, которая требуется очень мало ресурсов, времени и энергии у организма. Я понимаю, что для того, чтобы воплотить эти три варианта развития событий в жизнь, нужна подготовка, да, и причём такая неслабая подготовка. Нужна перестройка не только образа жизни, образа питания, но и перестройка в мозгу, изменение вашего взгляда вообще на традиционное питание, на традиции. Но, если вы хотите быть здоровыми, нужно что-то всё-таки менять. И пусть эти изменения придут не сразу, не скоро, не быстро, но если вы начнёте хоть что-то делать прямо сейчас, то совсем скоро вы начнёте замечать первые хорошие изменения. Я желаю вам удачи на выбранном пути. Надолго не прощаюсь. Ваши Вайчи.